Это жизнь. В городе проводят семинар совещания Минспорта. Здесь есть на что посмотреть. Какая повестка дня? Страшное начало каникул. В Бавруйске в ДТП пострадали двое детей. Кто покалечил самое ценное? Ориентир от специалистов. Санстанции прошли профориентационные встречи. Мне здесь очень понравилось. Для меня провели, скажем так, небольшую экскурсию. Что рассказали будущим студентам. А также новые проекты, условия для реализации и пассажирский электротранспорт. Министерство промышленности приступило к финальной стадии реализации пилотных проектов, где пройдет церемония. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Высокие результаты. В Бавруйске начался республиканский семинар Минспорта. Место встречи – мемориал жертвам фашизма. Здесь делегации возложили цветы и почтили память ушедших. После – экскурсия по местам исторической славы. В обширной программе – знакомство со спортивной инфраструктурой города. Более 50 специалистов заглянули на стадион имени Прокопенко «Спартак» училища Олимпийского резерва. Ежеквартально проводим в стране. Первый выбор пал на город Бавруйск, чтобы посмотреть спортивную инфраструктуру. Здесь есть на что посмотреть. И спортивное, и туристическое, и училище Олимпийского резерва. Изучить опыт работы Бавруйска и применять его в следующих своих регионах. Наш город стал площадкой для активного диалога. Уже 28 марта на пленарном совещании, помимо темы применения госсимволики и идеологической работы, также выступит и профориентационная группа от Университета физической культуры. Без ремня итог один. В Бавруйске в ДТП пострадали несовершеннолетние. Перекресток Могилевской и Рогачевской около полудня оказался злополучным. В результате столкновения авто госпитализированы 3- и 14-летние пассажиры ВАЗ. Дети на заднем сидении были не пристегнуты ремнями безопасности. Их, к слову, в машине и вовсе не оказалось. Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Вопросы населения, нововведения для школьников и акция от нацперевозчика. В преддверии отпускного сезона Белави объявила промо-тарифы сразу по шести направлениям. Куда махнуть в отпуск? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Первый белорусский космонавт Марина Василевская, которая 26 марта успешно высадилась на МКС, приступила к выполнению миссии. Она включает семь целевых работ. Из них пять научно-исследовательских и два образовательных проекта. Это эксперименты в области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций и других сферах. Результаты станут весомым шагом на пути развития отечественной науки. Министерство промышленности приступило к финальной стадии реализации пилотных проектов по обеспечению электротранспортом регионов. Они реализуются в Жодино и Шкловском районе с участием двух отечественных производителей. 28 марта торжественная церемония передачи готовой работы. Правительство урегулировало отдельные вопросы работы с населением в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Документам предусмотрено создание интегрированной системы приема, регистрации, передачи с использованием диспетчерской службы и контроля за исполнением претензий и заявок граждан о необходимости устранения недостатков. Постановление вступает в силу с 28 марта. Минобор одобрил включение в школьную программу еще три факультатива. Занятие под названием «Когда учиться легко» в мире конструирования для третьих-четвертых классов, в мире информации для пятых-шестых. Разработчики считают, это позволит выработать у ребят критическое мышление, создаст условия для устойчивого развития личности. Еще одна новинка – Лиг Беларуси. Экология и устойчивость для девятиклассников. В преддверии отпускного сезона Белави объявила промо-тарифы сразу по шести направлениям. Приобрести билеты можно туда и обратно по 31 марта включительно в Астану, Дели, Ереван, Кутаиси, Шаджу и Москву. Период путешествий по 30 апреля. При покупке не нужно вводить промо-код, достаточно указать маршрут и тарифный бренд. Количество мест ограничено. Пойти на мировую. В городе прошло выездное судебное заседание экономического суда. Бобруйский мясокомбинат подал иск на ответчика. Одно из хозообществ города о взыскании неустойки за невыполнение в срок работ. Несмотря на важность дела, обстановка в зале была доброжелательной и располагала к позитивному исходу событий. Как правило, такие конфликты заканчиваются примирением сторон, поскольку стороны находят общие точки соприкосновения и урегулируют спор уже без участия суда. Впоследствии суд только уже поставит точку в этом конфликте, утвердит мировое соглашение, либо соглашение о примирении и прекратит производство по телу. По итогу заседания стороны заключили мировое соглашение. Суд уменьшил размер неустойки на 50%, который ответчик должен выплатить до 30 апреля 2024. Зима, время года не только красивое, но и холодное. Поддержка тепла в помещении актуальна как никогда. С новыми изменениями морозный период не станет в тягость и принесет только комфорт и радость. В нюансах разбиралась Юлия Вернер. Несмотря на плюс за окном, вопросы погоды в доме остаются актуальными. С 21 февраля обновлены правила подготовки организации к отопительному сезону. Теперь время подачи сократилось с пяти до трех суток. Изменения обусловлены необходимостью обеспечения нормируемых социальных стандартов, допустимых в холодное время года для разного рода помещений. В первую очередь будут включаться отопления при среднесуточной температуре в течение трех суток подряд, плюс 10 градусов и ниже. В детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах. Добавлен в этот перечень специализированное учебно-спортивное учреждение. Следующие на очереди жилищный фонд, общежития и учреждения образования, а также театры и общегородские бани. Стартом для включения отопления послужит среднесуточная температура плюс 8 и ниже в течение трех суток подряд. Изменения не затронули общественные и административные здания, промышленные предприятия. Изменение времени начала отопительного сезона с пяти до трех суток обустроено необходимостью обеспечения нормируемых социальных стандартов, допустимых в холодное время года для разного рода помещений. Не обошлось и без изменений в техническом кодексе. Взамен действовавшего документа правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей вводится в действие новый акт с аналогичным названием. Соответственно, лицам, ответственным за тепловое хозяйство организации и персоналу, эксплуатирующему теплоустановки и тепловые сети, необходимо пройти первичную проверку знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей в комиссиях соответствующих составов. Новые правила и документация помогут сделать отопительный сезон более тёплым и комфортным. Для получения консультации по всем вопросам можно обратиться в Бобруйское межрайонное отделение филиала «Государственный энергетический и газовый надзор» по телефону 740011. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Диалог с пользой. Профориентационные встречи прошли в городе. Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии принял учащихся школ. Сотрудники учреждения здравоохранения рассказали о профессии, специфике работы, познакомили с персоналом, лабораториями. Также школьники получили развернутую информацию о возможности получить образование на условиях целевой подготовки. Мы заинтересованы в поступлении к нам на работу новых врачей, новых сотрудников. И в связи с этим работаем со школьниками. Мы рассказываем суть нашей работы, чем конкретно занимается учреждение. Мы показываем некоторые аспекты лабораторной диагностики, и в том числе тех же заболеваний, проведение лабораторных испытаний. Хотела заключить целевую с санстанцией, и мне здесь очень понравилось. Для меня провели, скажем так, небольшую экскурсию, чтобы рассказать чуть больше о их деятельности, о том, с чем они работают, как они работают. И мне здесь очень понравилось. Задать интересующие вопросы и получить ответы для учащихся дорогого стоит. Не за горами важный выбор профессии. Поэтому диалог с квалифицированными специалистами для будущих студентов – дополнительный заряд мотивации для поступления в лучшие вузы страны и дальнейшего успешного трудоустройства. Сразу после нас сирена моя коллега Кристина Ариян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok